Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в третий выпуск четвертого сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске на таможне удалось закрыть два квеста для прапора. Первый – проба пера с убийством диких и сдачей двух ружей. И второй – проверка на вшивость с бронзовыми карманными часами с бензовоза на старой стройке. Вадим, Мангуст, Виталий, Ли, Умен, Аноним, Сергей, Енот, Родион, Лигдр, Прохожий, Маклауд, Сергун, Лалоши, Максим, Мистер Уолл, Нью Раш, Алтын, Ядстек. Крепко жму руку за крепкую поддержку. Большое вам спасибо. Будьте здоровы. Привет, великий Новгород. В Турции все четко. Почему Турция? Да потому что тепло, море под боком. Хочешь купайся, хочешь рыбать, хочешь загорай. Да и переехали мы не в мегаполис, а в маленький тихий спокойный городок без суеты. За Юсека планирую только текущий сезон. Следующий, если доживем, будет за Медведя. Спасибо еще раз за горячую встречу нового сезона. Всем приятного просмотра. Давай посмотреть, что тут у нас есть. Возврат по страховке, пару штук имеется. И прапор мне подгонщик делает. В итоге мы имеем кое-какие тряпочки. Но самое приятное это про нежилет, конечно. Потому что лучше мне нигде не прикупить пока, по крайней мере. Из оперативных задач на сегодня есть из простых. Устранение это четверых диких на любой локации. Так что если будем играть за ЧВК, брезговать убийством диких не будем. Выживание-выход с локации. Это локация-завод. Но здесь награда не стоит того, чтобы отдельно идти на завод выполнять ее. Найти и передать предмет. Мне нужно будет в рейде найти пистолет ТТ-337-62-25ТТ. Ну обычный ТТ-шник. В общем, если где-то там с диких вытряхнется, то неплохо. По текущим задачам хочу начать с квеста знакомства. По классике, чтобы немножко разыграться, почувствовать игру, я пойду за Дикого и снова же на развязку. Попробую найти пачку Емелия и две большие тушенки. Ну а дальше уже война план покажет. Значит идем за Дикого. Отправляемся на развязку, как и планировали. Кое-чего еще по хлому там нужно мне для убежища. Так что пусть Дикарь работает. Солнце еще высоко. Так, 26 минут. КП МЧС. Все по классике. Я нахожусь в... 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 В идее выходит? Почему я такой тяжелый? Вроде не тяжелый. Скинем этот шлем, чтобы лучше слышать происходящее. Кое-чего по медицине есть. Это приятно. Места у меня немного. Мешок небольшой. Блин. Еще где шоу-рум? А, я не в ту сторону поскакал. Ладно, давай тогда через... Ага. Кто-то бегает. Давай через эту сторону туда пойдем. Тут и пошу-ру-дим. И в Аккурат сможем там попутно, можно сказать, в Гошан залететь. Времени предостаточно. Собираем хламинго. Разного рода инструменты. У меня два комплекта уже имеются. Так что эти инструменты сможем скинуть в случае необходимости. Выносливость второго уровня. Вот в таких местах. Так, чувствительностью. Что-то непривычно как-то. Коршун тоже не особо дорогая штука. Да и в принципе пока не особо необходимая. Так, вот здесь интересности мне могут попасться. Пусто все. Печально. Кстати, и полки тоже пустые. Практически. Элит заберем. Ладно, пошли тогда провизию поглядим. Может как ни крути. В первую очередь за провиантом пришли. Для егеря. Этот швейный набор я нередко здесь нахожу. И в прошлом вайпе находил. Пока. Можно будет продавать его. О. Тушенка. То что надо. Так, значит одна банка нужна тушенке. И одна пачка емели. Вроде никого. Есть емеля. Все, одну тушенку. Большую. Ну и маленькие будем забирать. Потому что их 15 банок надо будет в дальнейшем. Вот она. А, нет, это икра кабачковая. Еще емеля. Уже не нужен. Оставим другим. Лишнего брать, наверное, не буду. Места немного. Так, это не то, не то. Это все не то, не то. Шпроты. Не то. А, елки-палки, дайте банку тушенки. И я пошел. Много икры кабачковой. Воли. Возня. Много икры, много сухариков, горошка всякого. О, есть тушенка, пацаны. Пацаны. Есть тушенка. Все, двигаем в сторону дома тогда. Так, что-то я еще хотел... А, свечу хотел посмотреть. Сейчас на той стороне поглядим свечу. И все. И в аккурат пойду в сторону МЧС на выход. Прям тут, пожалуй, проскочу. Попробую, да? Чтобы через складскую не идти. Блин, я лег нечаянно. Я случайно нажал на кнопку лечь. И пока он, короче, анимацию эту отыгрывал. Меня застрелили нафиг. Я даже не успел толком зажать там ничего. ЧВК у меня по большому счету собран. Я тогда, наверное, пойду в лес. У меня в лесу какие там квесты есть? Да у меня тут предостаточно, в принципе, квестов. И тос есть, пикник со стрельбой. В общем, диких можно будет наяривать в лесу. Вот, найти еще и место стоянки. Начнем за ЧВК на лес. Локацию. У 10 утра. Страховать буду чего? Да ничего, в принципе. Мешок можно будет застраховать, наверное. Да, и шлем с наушниками. Все, я готовченко. Конкретно диких кошмарить не буду. Посмотрим, какой у меня будет спаун. Если ближе к МЧС, то заглянем, посмотрим с Альеву сразу. Если на другой стороне, то посмотрим колонну прапора и посмотрим лагерь Юсеков. Надо было, кстати, деньжат взять. Ну ладно, бог с ними. Хотя деньги у меня в Альфа под сумки же в кошельке лежат вроде как. Появился я. Блин, понятно, понятно. Значит, идем на колонну прапора. С Альевой пока в пролете. Ну тогда забежим сюда, где тут можно будет что посмотреть. Тут медицина вроде бы как и не спавнится, да, особо? Медицинских сумок как таковой я здесь не припомню, где они есть. О, надо же. Прям на дороге валяется. Нормально, здесь раньше не было вроде как никакого спауна. Это заберем, если что подкрепимся. Ну, значит, лутаться я не буду. По крайней мере, здесь, в этих домишках. Пойду прямиком на колонну прапора. О. А, нет, придется здесь задержаться немножко. А, нет, придется здесь. Как бы меня сейчас не наказали за такую дерзость. Лутание здесь прям на открытой. Понятно. Блин, можно было фонарик снять. Так вот сделаем. Всегда бы так они выходили. Сразу же пачка, которая тебе нужна конкретно, да? Четыре диких, не вопрос. Вот тебе получите, распишитесь. О, и тозик, смотри. Распиратор квестовый. Лампы потом будем собирать. Так, а где этот товарищ был? Ух ты, картоха нуляшая. Да, год. Все, отлично. Воевать мне больше... А, нет, подожди, кого? Я же пикник со стрельбой параллельно еще делаю, да? Получается. Значит, если будут дикие еще попадаться, то будем... Струляк по нему? Похой так. Даже вот это можно забрать. Как раз мой калибр. Бухвиз штанов. Вот что-то. Кто наших бьет? Вот он! Он видит меня, прикинь, а я нет. Да вот он! Отлично. Арбуз. Блин, еще один. Но я не могу просто так взять и не... Пострелять их. Они же мне нужны, это же квест. Да квест, говорю, квест. Ага, слева еще один. Давай, мочи! А, это он. Это он есть, оказывается. Генида. Ага. Готов. А как насчет салевы? О! Вот эти получше будут, чем... ХП поросят. Сюда их. Ой, блин. Блин, надо по-хорошему линять отсюда. У меня уже 30 килограмм... А может быть просто уехать, слушай? Че я туплю? Может и правда просто развернуться, да и уехать отсюда. Сейчас долутаться здесь. Да и все. Хос, шмос, товары, которые мне нужны, поглядите. Тем более у меня тос квестовый есть. Я один квест точно закрою, если выйду. Давай еще сарайчик посмотрю. Блин, вот начинается еще сарайчик, еще то, мыло, кусок. Это тот парень, который говорил, что лутаться не будет, кстати. Агументин. А, круглогубцы говорили, дорого сейчас стоят, да? Раскладывать-то некуда. Давай вот так, наверное, сделаем туда. О, еще один пришел. Капец, вы че, пацаны? Вот это я понимаю. Ага, сзади за нами выехали. Да вот, вот он! Где он? О, вижу. Ай! Да, это ЧВК, прикинь, пришли. Ну все, я припозднился немного. Да тут пачка целая пришла. Сейчас все спауны переполнены просто. Малейшая какая-то возня, движуха, и все, со всех сторон начинают подтягиваться. Тем не менее, один из дейли-квестов для миротворца конкретно. Мы выполнили, получаем награду за четверых убитых диких. Тут же у миротворца мне надо прикупить немножко доляров. Пяти фан, наверное, прикуплю. У него сколько? Пятьдесят четыре тысячи. Деньги есть по рукам. Доляры мне нужны, чтобы прикупить магазины на гадюку. Есть у меня две стартовые МП-пяточки. Три магазина мне достаточно, пожалуй, будет. Вылечился, подкрепился, отделся, обулся, взял немного медицины. И идем еще раз туда же, в лес. Отправляемся за тем же самым, в принципе. Можно просто диких походить, пострелять. Почему бы и нет? Как вариант. Потому что я уже почти половину, считай, сделал этого, да, пикника со стрельбой. В любом случае, хороший рейд получился, я думаю. Строить планы на рейд, я думаю, будем походу, отталкиваясь от того, где меня высадят на карте. Потому что думаешь, прикидываешь тут одно, а на самом деле потом совсем другая история происходит. Да и планировать сложно, так как несколько квестов есть. А все их продумать проще, когда ты уже явно понимаешь, где ты находишься на карте. Вот теперь мы, видишь, вообще в другом направлении. Теперь мне очень удобно будет на колонну прапора сходить и на лагерь юсеков. Даже несмотря на то, что там спаун. Да тут кругом спауны, куда они тыкнут, в принципе. На той стороне и сзади меня, и спереди. Везде спауны. Сейчас, в общем, с этим делом не так уж и просто обстоят дела. Так, а куда я забурился? А вот мне в эту сторону уже. Чуть-то не потерялся я. Ну и выходить целиться буду, по крайней мере, в сторону выхода на коттеджах, на тех самых. Ну это так. В общем, держать направление будем в сторону коттеджа, я имею в виду. А пока здесь все это дело перебежим, пробежим. Ух ты, блин, слушай, там же солево, можно будет поглядеть, там ящики и есть всякие интересные. И причем ящики как с медициной, так и всякие снабжения, там с пробизией. Это очень кстати. Так, я на месте. Лагерь юсеков у нас. Может быть, всякие вот эти вот ящики не лутать, а лутать. конкретно то, что может мне полезным быть, чтобы быстренько-быстренько все это дело делалось у меня. Вот, а, там, кстати, ящик за машинами пропустил один, сейчас надо вернуться, посмотреть его. Медобеспечение. ТБшка. Зубная, а нет, ну, зубная, о, вот и прообычная зубная паста, все это мне понадобится для... О, господи, как же его фамилия-то. Санузла, если не ошибаюсь, 9-18, кажется. Да везде кругом стреляют. Там, с СВД наяривают, это по ходу свита, ух ты, вот эта штука очень мне нужна будет. О, и свеча мне очень нужна будет, и присадка, и вот эта штука. Вот это я сразу же ценности себе нашел. Блин, главное, что сейчас опять какой-нибудь кустики красивый не сидел какой-нибудь. Кто любит здесь это дело, на этом сервере. Скотч. Даже, наверное, можно было выходить с пустым этим альфа-подсумком, чтобы хотя бы предметы какие-то маломальские вынести, да, для убежища. А тут уже кто-то моих диких кошмарит, которых я планировал пострелять. Так, шина новая. Заберем. Тут что у нас в продовольстве? Искра, которая мне уже не нужна, к сожалению. Ну, в любом случае, отчаиваться не буду. Я по-любому пойду еще раз диким на развязку, потому что очевидно, что там есть добро, которое мне необходимо. Там автомат Калашникова стреляет, мне это... Дальше он напрягает. Спокойно походить по локации, пострелять диких, там пошуршать что-то уже, считай, не вариант. Локации очень живые сейчас. Вот опять. Восинист какой-то. Так. Блин, что-то вот... Понимаю, что сейчас, скорее всего, пройдется бой пронимать. Понимаю, что у меня уже полный мешок нужного лута. Вот и думаю теперь. Ну, мне надо колонну прапора еще смотреть. Там, по-моему, двое чувака. Так, для прапора поисковая половина выполнена. Отлично. Колонну еще поглядим сейчас. Кстати, здесь же солеву можно будет найти. Если повезет, хорошо. Ну, нет, не повезло. Ну, ладно. Давай, наверное, тогда обойдем все это возьмем. Не будем рюхать. Целее будем. Может, все-таки получится. Блин, где тут тайник был? Где-то тайник был, забыл, прикинь. Забыл. Бывает. А вот я нашкопил у него. Опачки. О, я ТТ нашел по Дейлику, который. О, и вот, видишь, не зря уже. Поперся в эту сторону. Ладно. Погнали тогда. В сторону выхода. Если получится сейчас выйти, то просто выйти, даже без всяких там предметов, то я уже один квест смогу закрыть. Смысл однозначно уже есть выходить. Вот куда эти пацанчики пошли, они в сторону. То пойдут, скорее всего, раз у них вот где-то спаун был. Или в эту сторону пойдут. Рэн угадает же их. Ну, в принципе, если быстро передвигаться, без торможений и отвлеканий на лутание, то вполне вероятно, что они меня даже и не догонят. Так как обычно, если двое или более игроков, то обязательно кто-то будет. Сейчас я там посмотрю тайник. Сейчас я быстро сумку посмотрю, подожди. Или если диких настреляли. Сейчас я дикого облутаю быстро. Как-то так. Еле как нащупал. Еще пукалку нашел. Еще меньше. Но с другой стороны, такая хорошая активность на картах, это тоже весело. Потому что какие-то квесты с убийством ЧВК, там с поиском жетонов, очевидно, легче делать. Когда-то появляешься на карте и понимаешь, что ага, стрельба там, стрельба тут. Может технично как-то подскочить. Нежданчиком. Кабачковая икра. Лучше птушенку дали. Сейчас. Так, ну что, я недалеко уже от моста. Почти приплыли. Наверное, я вокруг этих домиков все-таки погружу. Ну, запарили крыси в кустах. Терпи, братюня. Вот так вот вышло. Ломаю без ног теперь. Надо чесать отсюда по-быстрому. Сейчас сто процентов прибегут. Конденсаторы нужны мне? Нет, не помню, прикинь. Заберу на всякие пожарные. Уф. Ну все, у меня черные ноги, черная рука. Надо ехать до дома. Под вазелином много я тут не нагуляю. Елки-палки, уехала машина. А выход у меня 16-й ближайший, да? А, нет, посту вон ближайший. Ну, тогда придется под вазелином двигаться. Я не знаю. У меня швейного набора, я не взял с собой. Хирургического, точнее. Подумал, да че там? Лучше лут накидаем туда. Сдохни ты уже там. Ох, у меня-то магазины пустые, нифига я выдвинулся. И патроны я че-то на мостинку не взял. Надо накидать все-таки патроны сюда. Ага, дали мне патроны накидать, конечно. Давай, базаришь там. Значит, калаш и Мосина это был этот самый тип, и он убежал быстрее, чем я думал. Я думал, там один с калашом, один с Мосиной. И не угадал. Там и касса один был и с калашом, и с Мосиной. Ладно, закидываем пока. Где-то там дикий базарит, надо будет добить его. Все, готово. Там неполный получился магазин, да? Ох, блин, половина вообще. Что там с обесболом? Сейчас смажемся, этого добьем. Пойду, не буду здесь задерживаться, пожалуй. Радился. Сейчас в упор в какой-нибудь выйдет, я его как-то стрелять буду. Так получается. А если ЧВК? Ты у него пилигрим и азиум, вот представляешь? Азиум. Кто-то и спьем. Что-то пригубил только. Поспешил. Послушай, давай вот так вот сделаем. Раз. И все. Идем домой. Черт с ним, с этим уже диким. Блин. Ага. А он с тозом, пацаны. С тозом. И дрит колотить. Куда ты заныкался-то? Блин, ты мне нужен очень, братюня. Твой тост, точнее, мне нужен. Где ж ты красавец? Он еще под люка, я его даже не вижу, а он шмаляет через траву. Все видит. Апачки. Ого, он близко совсем. А может, он в помещении? Нет, наград. А, во, идет, идет. Подлюка. Ладно, я им по пяточку свою я скидываю. Сюда, в кустик. Тозик забираем. Патронов ровно на то, чтобы выйти с локации. И при этом не воюю я, кстати говоря. Пойдем по этой стороне. Придется потерпеть, братик, потерпи, потерпи. Придется потерпеть, это дело. Тут недалеко северный блокпост, точнее, южный. Все время путаю их. Он прям за вот этой горкой, там, рукой подать до него. Так что, шансы на выживание в этом рейле хорошие. Главное, не цепануться ни с кем тут. Опа. бронеразгруз. Вот как. Этот выбитый. Да еще и керамика. Я не думаю, что кто-то нужен, он кому-то будет. Все, вот под этой дороги. Ладно, еще загляну сюда. Здесь сможет тушенка лежать для егеря. Тушенки нет. Ну ладно. Что-то я покушать же вроде было у меня, да? Нет. Ладно, дома пожрали. Можно еще здесь полутаться. Да есть где варианты полутаться, но я правда... Ну выбитый, выбитый. Выбитый и полный. Да и воевать особо-то нечем. Пошли домой. Целый квест на кону. Помимо лута. Что-то сейчас еще и челоботы подъедут. Так, они вынуждены. Вот он, один из блокпостов. Обшаренный уже. Это северный блокпост. О как. Все. Хороший рейд получился, я считаю. 24 почти минуты, но долго возился, и в том числе не только потому, что маршрут был дальний, но еще и потому, что под раненым пришлось там хромать сколько-то там. По пикнику со стрельбой уже десяток целый я настрелял. Осталось пятерых всего диких. Вот так вот здорово, оно попутно, потихонечку и делается. Это задание неплохо. Ну а по поисковой миссии мы можем ее завершать. Нашли конвой прапора, пропавший лагерь юсеков, вышли-вышли с локации, и теперь у нас будет компас. Правда он в соло для меня конкретно не нужен, но пусть будет. Время от времени, может, будут какие-то направления для вас показывать или что-то в этом духе. Также по дейли квесту я нашел ТТ, я его вынес. Закрываем еще один дейли квест, забираем небольшую, но приятную награду от прапорщика. И чуть не забыл про снабженца для лыжника. Я тоже закрываю этот квест, я вынес то 106-й, совершенно случайно крайний дикий, который попался на локации, оказался именно с этой пушкой. Ну, я еще думал выходить, не выходить или полутаться еще. И квест вымогательный. Здесь мне нужно найти тело посыльного, это опционально, не обязательно для выполнения найти место, где посыльный спрятал груз. Ну и найти непосредственно спрятанный груз на таможне. Это как раз квест с Н-ключом, который я раздобыл в предыдущем выпуске. Ну что, рейды неплохие получились, давай еще раз ТДЗ Дикого сходим на развязку, все-таки надо постараться вынести Емелю и две банки тушенки. В прошлый раз все нашел, что мне необходимо было, но по пути меня застрелили за углом. Я, если честно, вообще поражаю, сколько здесь в кустах, за углами, на выходах людей я такого количества игроков за такой короткий промежуток времени никогда не встречал. Новые сервера, новые, как говорится, правила игровые, да? Есть контакт. И ведь все хорошо, ведь знаю, где находятся эти предметы, знаю, куда идти, знаю, откуда их вынести, но не знаю, как их вынести. С этим проблема большая. 26 минут снова у меня по времени, опять 100% где-то тут засели ЧВК. Ну, и ладно. Что, теперь волков боятся в лес не ходить, что ли? Мне по-любому надо делать этот квест. Так что рано или поздно я все-таки вынесу нужные мне предметы. Не ходить же мне теперь вот так вот в каждый уголок заглядывать, но это же маразм. Даже не маразм, а как это называется? Забыл, слово интересное. Типа боязнь чего-то, не фобия, а как ее? Паранойя, вот. Так же параноиком можно стать. Дикий? А, обычный дикий крутится туда-сюда. Славно. Это хорошо, что там патрулирует кто-то. Давай смотреть, что тут для нас есть. Начнем с этой полочки, пожалуй. Не то, не то. И это не то, и то не то. И все не то. А, тут походу прошвырнулись. Пацаны. Или такой рейд. С непоявлением. Оно? Нет, это кабачковая икра. Идри колотить. Ох, а место-то у меня, конечно. О, есть емеля. Зашибись, хоть что-то уже. Есть емеля один. Ну дай две тушенки, ну не жопься. Блин, горошек, горошек. Походу с тушенкой я в пролете. Ну ё-моё. Нету, прикинь, тушенки. Вообще ни одной банки. Ни маленьких, ни больших. Ну зато емеля есть. Хотя бы емелю можно попробовать. Отнести домой. Ладно, пойдем тогда свечу эту, посмотрим. Может успеем еще за ЧВК заглянуть. А чё это-то? А, у меня рюкзака нет никакого. Был бы рюкзак, можно было бы еще полутаться, походить. А тут все, Настя, Настя жужа кто-то. Хорошенько прогульнулся тут, видимо. Ух ты, гад. Капец ты, блин. О! О, я понял. Тут что-то происходило, да? Ты по этому на стрёме? Погодь, я хотя бы мешок посотру. Прикрывай, братан. Прикрывай меня. Прямо верцы! Ди фигасе. О-оу. Чувака. Мама. Да дайте мне хотя бы Емелю вынести, пацаны. ХЗ чё-то не идёт. О, бронеразгруз. Ходит. Что, я пошёл? Хе-хе-хе-хе-хе. Лиса хэтрый. Технично всё сделал я. Пить. Сдуло. Как ветром. О, чоколадка. Аккумуляторы отсутствуют. А чё я? У меня... Так, Емеля имеется. Тушёнку, тушёнку, большую тушёнку. Блин, я одну его имели вот так вот домой везти, что ли? Ну, с другой стороны, почему бы и нет? Почему бы и не да? Давай, я забираю газонализатор на следующий квест для терапевта. Ага. Не успел быстро сказать, поэтому не засчиталось. Колдовство. О, Сиги. Страйк тоже нужный будет. Там по пять пачек надо будет. О, нулёвый шлем. Остальное брать, пожалуй, не буду. Искру заберу с собой. Мне кажется, там закладывать их надо будет. А то купить мне их пока негде. И по бартеру я чё-то не припомню. Понял. Чё, пойдём домой? Наверх уже туда запрыгивать далеко прям не буду. Хотя бы Емелю вынесем. Надо будет... Точнее, останется только всего-навсего. Таких самых. Два штуки, да? Тушёнки высокие. Может, где-то по пути найду. Проблема не в том, чтобы... найти их. Проблема в том, чтобы вынести их. А вынести их хочется хотя бы из-за того, чтобы дальнейшие квесты у егеря у меня открылись. А то там один этот квест знакомства висит, и всё. Другие пока никакие не выдаёт. Ой, моё. Твою мать. Я фиг его знает, как тут играть на этом сервере. Тут нормальные люди остались вообще? Так, тогда план Б, или, я не знаю, план С какой-нибудь. Я, короче, тогда иду, знаете, с чем? Вы поняли уже. С карабином Мосина пехотным и голеньким. Пойдём в 18 вечернее, пожалуй, время. Может быть, не так активно будет на карте. Страханём пушку, так как она у нас в хорошем состоянии пехотной. Возможно, она нам в дальнейшем понадобится. Если вернётся, вдруг по страховке. Сильно на жизнь не рассчитываю. Но, тем не менее, у меня есть деньги на выход. Либо там можно будет налегке в щель в заборе эту протиснуться. Главное мне забрать эти проклятые две консервы и одну пачку сухариков. Так. Загрузка была... Минут 10. Если я подохну и ничего не сделаю. За меньшее время. Поманал я этот Тарков. Блин, мне... Чёрт не знает, где меня заспавнило. Ладно, ничего страшного. Отчаиваться не будем. Чё у нас? А, я как будто диким загрузился такой. Чё у нас? Всё у нас простенько. Всё у нас простенько. Надо избегать любых контактов. Я совершенно налегке пробежался. Чё-то вы накошмарили там в комментариях. Мол, не бери с собой ничего. Больше 20 килограммов. Всё, ничего не будет качаться. Значит, будем время от времени вот такие лайтовые забеги делать. Будет здорово, если сейчас килла тут появится где-то. А он может. Там стрель, да, открывайся ты, господи. Спасибо. Лучше бы какую-нибудь плюшку дал, да? Для этого самого. Схрона там или чё-нибудь в этом духе. Ну да, конечно. Ого. Топорист. Хе-хе-хе. Нет! Нет! Ди-да-да. Весело там у них, да? Бах, 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 бах. Да парлюга, ещё кто-то там за ним. Какой-то тоже, походу, голышом выскочил чисто за квестиками или за своими какими-то приколами. Нормально. Ох, чувствую, я долго тут не протяну. Хе-хе-хе-хе-хе. Есть такое впечатление. Ощущение. Я бы сказал. Блин, кто-то слева там. Ох, я тени испугался. И кто-то на этом, на... Как его фамилия? На Тетси стреляется. Так, я на месте. И, судя по всему, я тут один из первых. Ну что, вроде как ничего не тронутым выглядит. Да чего ты устал? Весло это таскаешь только с собой, да и всё. Ржёшь притворяться. Это то? Нет, кабачковая икра опять. Ох. Есть Емеля. Ещё Емеля, но мне не нужен уже. О, вот, кажется, да? А, нет, я же смотрел, я кабачковая. Блин, давай, давай, братюня. Кабачковая. Горох. Есть тушняк. Ещё тушняк. Ладно. Дайте ещё банку тушняка, и я двинул. Я очень тороплюсь, мне очень домой надо. Дети голодные, не кормленные. Да и сам я пожрать люблю. Тушёнка? Есть, тушёнка. Господи, спасибо. Всё. Ещё тушёнка. Ну да, когда нашёл, на тебе ещё, ещё, ещё. Отлично. Я готов валить отсюда. Со всей силы. Со всей дури. Можешь просто бежать. Дон шут, ты страдать, типа. Не надо, поцени, я шу... Мама. Дикий. Эй, земляк. Выстрелять. Ну, нет, нет. Блин, выстрелил, прикинь. Как он увидел? Он преследует меня. Вот хуй. Вот я... Да пошёл ты туда. Я... Мне надо домой идти. Ты тут... Со своими... Приколами. Подожди, это чё такое? Понятно. Цювьё. Я думал... О-ло-ло, витамины. Или подожди, давай вон там лучше спрыгну. Там в аккурат я прям перед выходом спрыгну. А кто тут... Петлять туда-сид сюда-сид придётся. Живи, братишка, дыши. Ну, как раз зато... Галочка, я думаю, не слетит. Что я так быстро с рейда вышел. Подстрелил одного дикого. Правда, не залутал его. Но там уже, видишь, стрельба. Там уже прискакали. Ну, ты... Так закончился этот день кровавый. В общем, пожалуй, на сегодня с меня хватит. Но, тем не менее, я могу поставить себе вентиляцию. Так как каким-то магическим образом я вынес всё, что мне необходимо для вентиляции. Улучшаем. Ну вот, уже приятно. И плюс я нашёл сегодня для генератора. Свечу зажигания. Сто тысяч мы за это платим. И устанавливаем генератор. Сюда можем топливо воткнуть. Но генератор мы выключим, чтобы оно не тратилось, так как нет необходимости в электричестве. На этом у меня всё. Надеюсь, выпуск вам понравился. Всем приятной игры, отличного настроения. Не унывайте, пацаны. Ещё раз благодарю за вашу крепкую поддержку. Пальцы вверх и добрые отзывы. Увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания.